Гуден морген! Несмотря на то, что уже глубока осень, мы продолжаем путешествовать по интересным местам Харька. Мы когда-то посещали уже техногенный объект, ссылка будет вот здесь. Это Институт Уносферы, рядом со Змеевым, там где мы смотрели огромную спутниковую тарелку диаметром 105 метров. А сегодня мы едем на другой объект, собственно мы уже подъехали. Он называется УТР-2, украинский Т-образный радиотелескоп. Находится он между Чугуевым и Изюмом. Объект находится под охраной, но в любом случае мы пытаемся с ними или договориться, или просочиться туда не совсем реальным путем. И вот эта антенна, это начало ее Т-образной части. Она идет на 2 километра. В одну сторону, и потом посредине, к ней примыкает еще одна часть длиной в километр. Это декаметровая антенна, Т-образная. Объект называется УТР-2. То есть, украинская Т-образная радиотелескоп. Он является частью объекта под названием УРАМ, который расположен на территории Харьковской, Полтавской, Одесской, Волынской и Киевской областей. Построен он еще при Совке в 1969 году. И был запущен в работу в 1972-м. Я так полагаю, что вот эта вот маленькая будочка, это вход в тоннель подземный. Который идет под этим радиотелескопом. Он считается самым большим в мире радиотелескопом в декаметровом диапазоне. Ну и как написано в Википедии, самым типа крутым, только непонятно по каким основаниям. Да, тема, потому что он просто единственный. И никто этим в большем мире не занимается. Вот такая вот штука. Просто огромная. Буква Т размером 2 километра на километр. Ну, вход в тоннель уже замурованный. Вообще, говорят, тут несколько лет назад все это было разрушено. Потому что украли какие-то силовые кобеля, и оно не работало. Сейчас это все вроде как работает. Есть даже ученые, которые занимаются этими вопросами. Более того, была недавно статья на Украинской правде. Которая рассказывалась об этом объекте. Находится он посредине. Между Чугуевым и Изюмом. Найти его, не зная о том, что он существует, невозможно. Вот рядом будет трасса Чугуев-Изюм. И проезжая мимо, вы никогда не определите, что здесь есть такая штукенция. Ну, сейчас я все это снимаю абсолютно пиратским образом. И попытаюсь договориться с охраной о том, чтобы что-то снять официально. Я не знаю, получится это или нет. Но пока никого нету. И собаки вроде бы тоже не бегают. Интересно, сколько же солок денег сюда впаял все-таки. Потому что я нахожусь в самом начале этого Т-образного объекта. И он уже огромный. И это далеко не самая большая его часть. Больше части мы еще не видим. Даже приблизительно. Ну что. Сейчас я попытаюсь добраться до охраны. Тут стоит слагбаум. Я так понимаю, до охраны где-то еще с километра надо будет пройти. И поговорить с ними возможно, что удастся с ними договориться. Хотя совершенно не факт. Но попробуем. Что нам. Итак, пока мы идем спокойно. Снимаем все на самом деле пиратским образом. Несмотря на то, что мы прошли уже метров 500 по территории. И она вроде как охраняется. Но ни охраной, ни, слава богу, собаками здесь пока не пахнет. И хорошо. Но там еще какие-то объекты появились. Я думаю, что охрана это где-то там. Но я так полагаю, что это идти еще метров 700 не меньше. Посмотрим. Ну, короче. Охранника мы встретили. Он за нами, собственно, и ехал на велике. И, к сожалению, нас не пропустил. Даже по проходному билету, который ему был предложен. Сказал, что он не возьмет ничего. Потому что были уже залеты. И ему реально начальство наваляло за это. Посоветовал он предварительно звонить в институт. Ну, я думаю, что проще всего прикинуться каким-то валенком. А именно, скорее всего, каким-нибудь корреспондентом какого-то издания. Получить разрешение. И уже исходя из этого здесь проехать. Вот. Вас проведут, все покажут и расскажут. Ну, а мы теперь выдвигаемся дальше. По крайней мере, терна можно пожрать. Тут его в изобилии. Ну, и учитывая то, что объект УТР-2 принял нас не очень хорошо, дрожжевлюбно, скажем прямо. Мы решили попутить. Ну, вернее, как попутить. Чуть-чуть проехать дальше. И посетить гору Калимянец. Ну, особо здесь смотреть нечего. Кроме баб и офигенного вида сверху. Ну, тут стоит куча всякой техники. Времен Второй мировой войны. И какие-то вот такие погрызанные трубы. Которые, видимо, символизируют разорвавшиеся снаряды. Танк Т-34-85. С вот такой дыркой. И, по идее, туда можно залезть. А рядом что-то сильно шумит. Но это, оказывается, канализация, на которой стоит этот памятник войны. Танк ИС-2. Пушки и минометы. Парочка самоходок. Так называемая Катюша, правда, в очень мрачном состоянии. Видимо, мы ее бомбили. Ну, вот мы на верхушке горы. За мной памятник советским воинам. Если честно, этот образец архитектуры развитого социализма даже обсуждать не хочется. Но мы, собственно, ехали и не из-за него вовсе. А сейчас покажу из-за чего. Вот такой офиенский вид на всю долину. Открывается с горы Кремянец. Внизу изюм и какие-то села. Ну, и кроме того, скифские статуи. Наверное, еще дореволюционные. И вот они. Скифские бабы. В большом количестве. Ну, это, вероятнее всего, еще до нашей эры, скорее всего. Одну из таких я всегда мечтал стырить себе на дачу. Но, честно говоря, тюрьму я боюсь больше. Да, на самом деле, древность такая впечатляющая. Просто замечательно. Ну, похоже, Кременцом мы закончили тему гор в Харьковской области. По крайней мере, в этом году. Может быть, поедем куда-нибудь еще в следующем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых офигенных приключений.